Всем привет-привет, с вами Сергей Бондарев, это канал Mr.Watch, посвящен интернет-маркетингу, продвижению сайтов, немножко контекстной рекламе, немножко социальным сетям и программированию, одним словом, всему, что помогает успешно развивать бизнес в интернете. В этом видео я расскажу вам о том, как пользоваться правильно сервисом Serpstat, на что стоит обращать внимание. Я не агитирую за то, чтобы вы его себе покупали на месяц или на год. При желании, если вам потребуются большие объемы, вы можете в том числе написать мне, и мы, я думаю, договоримся. Либо же пользоваться бесплатным функционалом, его, в принципе, хватает для оптимизации постранично практически любого сайта. Для пользования функционалом Serpstat бесплатно и постранично заходите на главную, регистрируйтесь, всегда отсюда отправляете URL конкретной страницы, которая вас интересует, чтобы вылезать в лимит. Выбираете регион, если вы в Гугле, то, например, если вы в Беларуси, в Украине, то Google, если в России, то Яндекс. Выбираете регион и смотрите результаты. Давайте посмотрим на примере одного из сайтов. Я закинул главную страницу просто для наглядности. Здесь 76 тысяч запросов показывает Serpstat. По факту там можно на x2, на x3 смело умножать. Но я редко смотрю на вот эти вот всякие метрики, ключевые слова. Распределение запросов по фразам ерунда полная, потому что она устаревает быстрее, чем формируется. Динамика видимости тоже ерунда. Динамика трафика ерунда, она в метрике интереснее. Тут сейчас примерно столько в день входит. Динамика ключевых слов – интересная штука, просто чтобы историю посмотреть, но не так, чтобы прям сильно она чем-то помогала бы. Самое классное – это страницы лидера. Благодаря этой штуке можно посмотреть страницы лидера как своего сайта, так и сайта конкурента, и просто забрать себе лучшие страницы с различных конкурентов, немножко их отрерайтив. Очень удобно и полезно. Плюс доработать свои конкуренты в поисковой выдаче особо не актуальны, так как лучше снимать позиции через сервис TopSite. Это программа такая на компьютере. Я тут себе систему снес, поэтому у меня все худо и криво пока работает. Еще так и не поставил. Где-то там стояло. Наверное, по топ-сайту отдельное видео надо записать, чтобы показать. Чуть позже покажу. Давайте посмотрим, что еще. График конкурентов не интересен. Вот тоже самое неинтересно. Первое, что нужно использовать, это вот эту вот вкладку «Все ключевые слова». Заходите сюда. Каким образом дорабатывать страницы, развивать страницы и искать те страницы, которые нужно досоздать. Для начала, как дорабатывать. У вас есть примерно пласт. То есть от 1 до 10 позиция и от 10 до 20. Вот от 10 до 20 с этим пластом можно работать. Я бы, наверное, сейчас, с учетом того, как поисковая система изменилась, ну, в принципе, я так и делаю, я работаю примерно от 8 до 15 позиции. То есть я вот эту разность уберу и с ней работаю, потому что там то, что 20, оно на 15 шагнуло, типа вроде как хорошо для клиента, можно красивые графики показать, но по факту трафик это не приносит, и оно как шагнуло вперед, так может и откатиться. Поэтому надо добивать то, что было в десятке, в пятнадцатке до топа, чтобы сайт нормально рос в трафике и в позициях за счет поведенческих. Как делать? Сейчас переключу на русский для удобства. Нажимаете фильтр. Далее позиция 8-15. Можно даже 8-12, чтобы быстрее получать результат. Нажимаем применить. И вот они наши страницы, вот запросы, с которыми мы можем работать. А для удобства я бы рекомендовал все это дело выгружать в Excel, потому что там больше фильтров, больше различных возможностей для кластеризации, распределения запросов по страницам, чистки их и так далее. То есть здесь не так удобно по умолчанию. Ну и важная метрика, то есть 8-я позиция есть, это хорошо, но по большей части нас интересует вот эта колонка, это урлы. То есть куда определенный запрос должен быть встроен. На примере отек легких. Запрос обобщенный. Смотрим, что это такое. Смотрим саму страницу. Можно фильтр дополнить. Например, добавить фраза «содержит» отек. Вот у нее отек легких. У нас очень много различных запросов. Получается больше сотки суммарно. Нам надо подумать, как это все использовать в рамках страницы. Первое, что можно сделать, это все эти запросы, естественно, выгрузить. Далее. Например, отек легких кома. Ищем определенные лемы в рамках своего текста. Если они имеют место быть. В данном случае слово «кома». Его нет. И если бы мы хотели по вот этому запросу поднять позицию, нам нужно либо строчку, либо абзац добавить с описанием, что отек легких приводит к коме. Вот. Ну, может, например. Далее смотрим. Не сходит отек легких. То же самое. Только есть происходит. Происходит. А сходит нет. По-моему, проходит. Вот есть проходит. Проходит есть. Сходит нет. А если мы хотим развивать, нам нужно посмотреть, есть ли у нас абзац, либо предложение, в котором данное ключевое слово закреплено. Посмотрим, что еще есть. Вот здесь как лечится и так далее. Собственно, вы просто смотрите различные запросы и далее, исходя из того, что есть, проверяете, есть ли эти славозапросы, либо их части в рамках своего текста, в рамках картинок, в рамках видео. Если таковы и есть, то по сути своей вы проводите простой синонимайз текста, то есть вставление ключевых слов в определенные элементы текста. Тем самым сам текст начинает расти и увеличивается количество запросов из позиции 8, например, в позицию 4, в позицию 2, в позицию 5. В дальнейшем эту статью уже дорабатываем другими методами, то есть это закупка ссылочной массы, покупка комментариев, добавление изображений, либо видео, и в принципе можно даже немножко накрутить поведенческие показатели, то есть трафик на саму статью при использовании как минимум одного метода, либо комментарии, либо ссылочной. То есть вы делаете комментарии, накручиваете немножко трафика, в среднем 50-100 человек в день, более чем достаточно, чтобы статья начала расти быстрее, если она изначало имела позиции в топе. Так, по самим этим метрикам. Напоминаю, чтобы посмотреть нормальную себе позицию, то есть выбрать позицию и ключевые фразы. И в дальнейшем уже с этим работаете. Можно фильтр отменить, вернуться, посмотреть что-то более интересное. Давайте посмотрим зубы. Слово «зуб» пишем. Вот у нас есть, например, «заболел зуб под коронкой». Тема очень интересная. И такого рода статьи. Вообще любой медицинский сайт, он в большинстве своем продвигается только за счет статей. То есть у вас есть базовые услуги, которые вы описали, и есть огромный пул запросов информационного характера. Там «три часа ночи заболел зуб», «сильно заболел зуб ночью, что делать», «ноет под коронкой», «забивается еда после лечения зуба», «поспалилась десна» и так далее. И вот это все должно быть в статьях с дополнительным блоком, с призывом обратиться к врачу. То есть статья приводит трафик, а блок «конверсионный» конвертирует уже в заявку. Очень простая схема. На всех сайтах услуг в принципе все продвижение строится только за счет статьи в 95% случаев. То есть чем больше у вас контента, тем больше у вас трафика. Чем больше у вас трафика, тем, естественно, больше у вас возможности получить себе нового клиента. И неважно, это клиника, это какой-то сайт юридических услуг, где разбираются какие-то типовые случаи с затиранием личных данных. Либо это IT-сегмент, например, настройка серверов, офисные инфраструктуры и так далее, где вы просто расписываете кейсами, где вы предкладываете с помощью информации от ваших технических специалистов различные мануалы по настройке, серверы самбы, серверы для сайта, локальные сети и так далее. Да, кто-то будет сам делать, но в перспективе большинство все равно будет обращаться к вам как к экспертам для выполнения предлагаемых вами услуг. Смотрим, что тут есть интересного. У меня болит зуб под коронкой лечения. Давайте перейдем, как это делается. То же самое. Здесь Ctrl зажимаем, переходим по ссылочке. Можно посмотреть сам запрос. Можно саму ссылку скопировать, вставить, чтобы определить, какие еще запросы у нее есть. Вот 106. 106. Есть в топе, есть не в топе. Посмотрим. Болит зуб под коронкой. Что делать? Причине зубной боли под коронкой. Ну, первое, помимо того, что есть ранжирование автоматическое с помощью MatrixNet, ну, грубо говоря, умного ранжирования Яндекса, так есть еще и асессоры. И в данном случае, если мы наблюдаем вот такую вот фотографию, здесь не видно, что это коронка. Это, скорее всего, настоящий зуб. И здесь нужно фотку саму по себе менять. Опять же, причины зубной боли под коронкой. Если бы мы нормально подготавливали статью, то здесь надо три плашки делать. Первое, грубо говоря, плотное прилегание самой коронки к десне, зубной камень, который образовался на коронке и отодвигает десну, туда зараза всякая попадает. Неправильная технология установки коронки. Грубо говоря, там можно, наверное, штук 10 разных вариантов найти. Вот, далее, смотрю. Некачественная пломбировка, перфорация стенки, перелом инструмента в канале. Это когда вам борик забыли или ёршик. боль при боль по вине пациента. Такое себе. Статья, в принципе-то, красиво оформлены. Тут есть картинки, но она оформлена не информативно. Зачем вообще картинки к статьям добавляются? Картинки позволяют получить краткий ответ на суть изложенного в абзаце контекста. Банально. То есть, это узкие сноски, что как приглушить боль, чем таблетка, люболь, холесал, грубо говоря, съездить к врачу и так далее. А просто там текстовые портянки не всегда читают. Ну и смотрим, да? То же самое проверяем. Болит коронка? Болит коронка? Нет такого запроса? Дергает зуб. Нет такого запроса? Заболел зуб. Тоже нет. Боль под коронкой? Тоже нет. Заметьте, я почти никогда не копирую всю фразу. Надо, чтобы какие-то словосочетания присутствовали в плюс-минус прямой форме в рамках текста. То есть, если мы хотим просто улучшить ранжирование по этой статье, нам всего-навсего надо пройтись по тексту его переоформить, добавить ключевые запросы и в дальнейшем уже посмотреть результаты в течение двух недель. Если статья начинает расти, то мы в свою очередь закупаем ссылочные, это вечные ссылки, с 25% из которых должно быть с анкором, то есть содержащие вот эти ключи, которые мы хотим продвинуть, остальные 75% безанкорные. В среднем на статью более чем хватает 10 ссылок. Даже трех-пяти уже бывает достаточно, но 10 это прям верно. Тематичные ссылки со статей. И лучше всего любую статью бурстят это комментарии с употреблением вот этих вот ключевых запросов или их частей. Например, подскажите, у меня заболел зуб под коронкой, из-за чего это может быть? Просто берем информационный пул всех штоколок, каколок, где колок и их используем в рамках доработки статей. Почти в любом блоге, в любой услуге можно добавить поле и функционал для оставления комментариев, с которыми в дальнейшем уже можно будет работать, модерировать их, дополнять. Примерно на каждую статью надо как минимум 8-10 комментариев с ответами от администрации сайта. Это сильно бурстит информационный трафик статьи, это улучшает восприятие статьи другими людьми и плюс время от времени появляются новые комментарии от людей, которые помимо того, что читали вашу статью, еще читали комментарии. В большинстве случаев читают именно комментарии, а это лишние поведенческие, которые помогают вашему сайту развиваться. И так, в принципе, проходимся по всем волнующим страницам. Обычно нормально за месяц можно пройти страниц 30 максимум, нормально 10 доработать так, чтобы они выросли. Любая страница, напоминаю вам, которая есть на сайте, особенно если сайт имеет условно-информационный характер, может давать до 90% всего трафика, который заходил ранее. Поэтому очень важно не штамповать 100-500 миллионов статей в надежде, что это выстрелит, а дорабатывать то, что есть. Да, новые статьи писать нужно, но их нужно писать по контент-плану. То есть составляется контент-план на месяц, лучше даже на полгода, и по нему ведется работа. То есть контент-план, что все должны содержать, это тезанатексты с темами, ключевые запросы под каждую тему, не меньше 20 или хотя бы 10 штук, с примерным представлением того, сколько частотность точная или частная у него есть. Тем самым вы можете посчитать примерный трафик, который вам принесет и в дальнейшем после реализации сравнить с тем, что вот есть новый пул, какие статьи из них вышли в топ, и есть старые, которые вы доработали. Тем самым сайт получается развивать прогнозируемо и почти всегда эффективно. Банально, этот сайт приходил с посещаемостью по-моему 10 человек в сутки. сейчас у него далеко за 3 в сутки медицинский. И это не первый и даже не десятый медицинский сайт, который мы продвигаем. В принципе, схема работает, как я уже сказал, вообще на всем. То есть, она работает и на строительстве, она работает и на медицине, и на IT-секторе, и на различных косметологических процедурах, и на юристах, даже на страховых. Правда, там уже криво-косо, я на самом деле не вижу особого смысла продвигать сайт по оказанию страховых услуг, просто по причине того, что сейчас они все являются банальным рудиментом, потому что большинство людей, по крайней мере, из тех, кого я знаю, они оформляют себе страховки через сайты своих страховых компаний, просто убирая лишний процент и расходы. Итак, первое, это ключевые слова. Второе, это страницы лидера. Возьмем, например, вот такую страницу какую-нибудь вот, вегамет какой-нибудь, да, из конкурентов. То же самое, вставим сюда, посмотрим. У нас 38 тысяч запросов. и нас интересуют здесь самые посещаемые страницы, чтобы понимать, что нам надо. Естественно, все надо обязательно сравнивать, есть ли у нас такая страница на сайте или нет. Если страницы на сайте нет, то ее надо создать. Если страница на сайте есть, то ее надо довести до ума. Ну, думаю, тут понятно. Ждем, пока эта штука вся прогрузится. Ну что ты? Очень долго. Считает? Ну, пока она там грузится. Вернемся к другим. Что еще здесь есть? Что стоит смотреть? Та-та-та. Где там она была? Другая метрика очень интересная. Это анализ ссылок. То есть, сколько ссылочной массы на текущий момент есть у проекта. И в дальнейшем, естественно, с ней тоже можно работать. Первое. Ссылающиеся домены. Смотрим. Лучше всего их выгружать, прогонять через РТС, смотреть, что в них находится. И обязательно смотреть тематичные знамены, чтобы там не было рекламы различных онлайн-казино, порно и ставок на спорт и прочего. Такие сайты чаще все тянут вниз. Вредоносные сайты у нас нет. Входящие ссылки можно посмотреть. Это мы снимали какую-то часть. Смотрим, что здесь есть. К сожалению, не всегда информативно это все. Но банально можно перейти по самой ссылке, лучше выгрузить. Смотрим, чтобы были безанкорные, без слова купить, заказать, получить консультацию, даже если запрос кажется вам некоммерческим, любой призыв к определенному действию может негативно сказываться на продвижении сайта. Исходящие ссылки более важный момент. Часто бывает так, что у вас на сайте в шаблоне могут быть вшиты ссылки, особенно если сайт с купленным шаблоном. С помощью сервисов таких как серпстат, через ахрев, через, в принципе, даже икстул можно найти исходящие ссылки с вашего сайта. Эти ссылки уводят вес с вашего сайта и прокачивают сайты акцептора. Вы являетесь донором, как бы отдаете час веса. Потеря веса, в свою очередь, может негативно сказываться на ранжировании вашего ресурса. Особенно интересный момент, когда, ну, как вообще загубить любое продвижение, и часто такое встречаю, когда приходят там различные проекты контентного содержимого, а берется, например, какая-нибудь статья у конкурента, ее просто сдирают, переписывают, там, ладно, даже если переписывают, размещают, потом берут сфотки у конкурентов и через Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-C, Ctrl-V вставляют в сайт, прям как они есть, в редактор. По сути своей, каждая картинка такая является ссылкой на другой сайт. И часто, то есть, если у вас общетематичные какие-то сходства есть, ваш сайт начинает загибаться, причем по всем параметрам, по всем страницам, а сайт конкурентов расти. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы у вас были внешние ссылки. если вы там хотите какой-то блок сделать, например, блок производителей или блок партнеров, делайте отдельный раздел, закрывайте его от индексации, делайте ссылки неиндексируемые, там пихайте их сколько хотите. И главное, чтобы он был в определенном месте, например, в ВКонтакте или в нас, а не цикличный через весь сайт. Иначе так получается, что вы делитесь чуть ли не цикличными ссылками с максимальным весом на ведущие на другой сайт. Это важно. Просто здесь можно посмотреть различные страницы, то есть там WhatsApp, вот они, целевая страница и прочее. И в дальнейшем уже с этим работать. То есть что-то удалить, что-то убрать. Сейчас можно даже посмотреть. Вот есть YouTube. Вот ссылки на соцсети удалять не обязательно, кстати. Вот всякие там еще есть аудиты. На самом деле аудит такой себе сам по себе, но в принципе есть тут он, есть вот. Как он выглядит. Я им редко пользуюсь, потому что в большинстве случаев делал аудит самостоятельно с различными сервисами и сепстат в их число редко входит. Просто запускаете, кидаете. Любой автоматизированный аудит, он в первую очередь нужен для того, чтобы технически проверить ваш сайт и найти основные ошибки, такие как дубли метатегов, заголовков, дублирующие страницы, сломанные ссылки и прочее. Вот это правится, а все остальное это в большинстве случаев правка визуала. Во, загрузилось. Наша страница, возвращаемся к ней. это конкурент и его основные ссылки. Давайте перейдем по три самых первых важных ссылки. И плюс-минус какой-нибудь еще. Вот прием врача-стоматолога, например. На удивление, может, что у него там по позициям. Но не очень. Итак. Почему плывет овал лица? Если бы подписали, картинка бы работала лучше. Анжелина Джоли. Вот так. Ну, то же самое ошибки, что и у нашего сайта бывает. То есть все не всегда удается проработать должным образом. То есть растет это хорошо, но надо стремиться, чтобы все было проработано максимально качественно. Вот у них есть YouTube. Пара ссылок. Но, правда, видео не их. Ну, ровно то же самое. Картинки плохие. Видео далеко находится. Многие вещи, такие как колебания, веса, отеки и прочее, изображения не имеют. То есть воспринимаются априори хуже. От этого ранжирование самой статьи может быть хуже. Давайте сейчас еще раз даже эту вот прям отдельную возьмем, копернем и вставим и посмотрим, что у него там по позициям. То же самое клинический анализ крови. Как забирается? Фотография или видео? Да, оказалось бы бред. Всех брали кровь, но тем не менее это важно. УЗИ. УЗИ. Эта фотка не УЗИ. Таблица ничего, можно было бы сдернуть ее. Эта фотка уродская. Фотка страшная. Можно было бы доработать. Прием врача-стоматолога. Давайте посмотрим страницу. То же самое. Там у нас были два запроса 8, 8 позиция и много запросов 17-37. Смотрим. Из полезных блоков есть навигация по странице. Это забавно. Смотрим, что есть. Врач-стоматолог. Прикольно. Первый абзац вообще можно снести. Текстовка. Обратите внимание вот на этот блок. Он, наверное, наиболее важен из всех. Поплывал овал лица. Сейчас вернемся к этому. Сейчас я, наверное, одну вкладку отдельную открою. Хочу сомнологию посмотреть с вами вместе. Смотрите. Сомнология. Яндекс. Москва. Посмотрим ее. Вот. А запросов само по себе немного. Может, в Гугле их больше будет. Иногда в Гугле аранжируется лучше. Нет. Яндекс.Сочи. Ну, окей, ладно. Давайте сомнология. Когда мы говорим про развитие любой статьи, обратите внимание на блок «Что калок и как калок». Его лучше реализовывать в рамках ответов на вопросы. То есть, есть, например, пул запросов. К определенным статьям их может быть 3-5. К иным их может быть 40-50. Вы берете основные, убираете дубликаты. Взять их проще всего с ответов Mail.ru либо с любого форума по проблемам сна, женских форумов. То есть, просто надо гуглить. Например, запросам «Не могу заснуть ночью. Что делать?» И на все эти вопросы надо дать ответ. Они, первое, улучшат транжирование любой статьи. Во-вторых, закрепят огромное количество дополнительных запросов. В-третьих, они позволят привлечь аудиторию, которая, возможно, будет комментировать либо спрашивать. А в-четвертых, они показывают вашу экспертность в данной области и улучшают в дальнейшем закрепляя позиции как информационного характера, так и коммерческого за определенные публикации. Это важно делать. Смотрим еще, что тут есть. Мы тут взяли лечение храпом, посмотрели. Даже там ничего такого глобального нет. Просто вот это все нормально, надо поправить. Посмотрим еще, что есть тут. Как и говорил, почти везде надо дорабатывать так или иначе. Сами статьи, то есть это вот картинка тематичная, а дальше картинок нет. Картинки важны. Видео с обращением врача, с рассказом о основных проблемах будет топовым. Лучше, чтобы видео на сайте было ваше. Тогда, естественно, аранжирование будет намного более эффективным. Ну и так, в принципе, ходим, смотрим, закидываем интересующих себя конкурентов и на основании уже их существующих страниц создаем свои. Да, какие-то страницы мы не можем создать, потому что мы таких услуг не оказываем, но в большинстве случаев там есть конкурент А, конкурент Б, конкурент С, их там, грубо говоря, до 20. У кого-то есть страницы в топе. Если вы каждую страницу и 100 по себе заберете, то как минимум на 10-15% текущие показатели своего сайта вы улучшите. Вот очень простая схема. Это все с серпстатом делается. Если по какой-то причине серпстата нет, то можно делать следующим образом. Заходим в Wordstat. Здесь берем невролог-сомнолог слово. Так, заберем, чувак. по словам сначала смотрим невролог-сомнолог. Невролог-сомнолог. Может так чуть больше будет лишнюю буковку уберем, посмотрим. Так, загрузил невролог-сомнолог, то есть он бывает детский. Чаще всего спрашивают в Москве и в Петербурге, немножко в Екатеринбурге. Екатеринбург мой любимый город для продвижения. Там все прям четко двигается. Может быть невролог людей смущает. берем сомнолог. Врач-сомнолог. Много запросов. С этим уже работаем. Лечение. И у нас есть примерный акцент. То есть лечение храпа, бессонницы. Вот основные два направления. Лучше брать прям с сомнологом. Смотрим. Выставляем себе какую-нибудь в Москву. Какая новая Москва? Москва? Лечение бессонницы. сколько контекста уродливого есть. И смотрим что есть. У нас есть по сути свои текстовые портянки, которые находятся в топе. И покороче портянка. Смотрим из топа первые наверное пять конкурентов. То есть Яндекс делаем раз, два, три, четыре, пять. Смотрим их тексты. Каждого из них проверяем на серпстате либо просто смотрим. Чем больше текстов, тем скорее всего больше ключевых запросов закреплено за определенной страницей сайта. Наша задача из этих текстов составить уникальный свой перекрывающий и забирающий все плюсы у каждого. То есть у одного хороший первый абзац, у другого второй, у третьего, у третьего. Важно, чтобы текст был преемственный. Один, два, три, четыре, пять. Все абзацы должны закрывать полностью всю тему. Готовим графический контент. Все это дело проверяем, чтобы не было ошибок. Размещаем на сайте и закидываем в индексацию. Ждем некоторое время, примерно в районе семи дней, добавляем видео. Ждем еще хотя бы пять дней или шесть. Начинаем добавлять комментарии с ответами на популярные вопросы. То есть сначала задаем вопрос, потом отвечаем, задаем вопрос, отвечаем, задаем вопрос, отвечаем. И так пока всю тематику не выберем. Чем более узкая тема у вас стоит, тем, естественно, меньше будет вопросов, меньше будет ответов на эти самые вопросы. И тем быстрее вы продвинетесь. Когда комментарии написаны, когда даны на них ответы, когда текст размещен и проиндексирован, у вас, скорее всего, уже будет как минимум топ-15, топ-20. Скорее всего, даже топ-1 можно быть по некоторым запросам. Дальше закупаете ссылочную массу. Ссылочная масса примерно 10 ссылок на статью более чем достаточно. То есть инвестиция в каждую статью у вас должна быть хотя бы в районе 5000 рублей. То есть это комментарии нормальные, это графика. Ну, если мы берем более-менее дешевых исполнителей, графика более-менее нормальная, и в идеале видео. Видео сами записываете либо просите врача записать. И все. А остальные расходы в районе 4-х оставшихся тысяч рублей, если вы текст не уникализировали, идут на ссылочную массу. То есть покупаются ссылки с посещаемостью не меньше чем 500 человек в день. Грубо говоря, 25% из этих ссылок, то есть 3 ссылки или 2 ссылки идут с основными ключевыми запросами на вашу страницу без коммерческой составляющей, без купить, заказать, консультация. Остальные ссылки идут просто урлом на вашу страницу. Обычно одну статью, две ссылки. Вот и все. И нормально сайт двигается. Естественно, не забываем взять всю семантику, которая нас интересует, желательно максимально большую, и добавить ее на съем позиции. Снимать позиции надо после второй недели, как вы статью добавили. А в следующем видео буду рассказывать про то, как обезопасить свой текст на сайте, чтобы его не украли, и что приводит к краже текста, то есть какие ошибки вы можете допустить, что ваши тексты, которые вы писали, которые вы покупали, могут стать не вашими. Ну и я с вами прощаюсь, надеюсь, видео было интересно. Суть видео была в том, чтобы рассказать больше информации о серпстате, показать, как с помощью его возможности анализировать сайт, и в дальнейшем определенные страницы, как их дорабатывать, по сути своей, где искать слова для синонизации текстов ваших страниц, ну и в дальнейшем уже от вас лишь требуется попробовать это все провести хотя бы на определенных двух-трех страницах, выберите среднечастотные запросы с средней конкуренцией и попробуйте внедрить их в ваши тексты, изменить графику, доработать саму подачу информации на странице, и вы увидите, как ваш сайт быстро растет и висит в топе постоянно, никуда не уходит. Это очень важно, если вы хотите нормально пережить наши постоянные пандемии, кризисы, а не закрывать свой бизнес, свои сайты. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok